здравствуйте дорогие друзья сегодня я заметил что 10 процентов моих подписчиков это женщины и я решил сделать видео о женщине которая воевала в советском союзе в великой отечественной войне и стала самой результативной девушкой летчицы за время второй мировой войны и эту девушку звали лидия литвяк родилась лидия 18 августа 1921 года так совпало что 18 августа в ссср праздновался день воздушного флота чем лидия очень гордилась в возрасте 14 лет она поступила в аэроклуб а уже в 15 лет совершила свой первый самостоятельный полет после закончила херсонскую авиационную школу летчиков инструкторов и работала в калининском аэроклубе после начала войны совсем молодая 19-летняя лидия записалась на фронт добровольцам но ее не брали и только спустя год в сентябре 1942 года лидия литвяк была призвана в армию освоила истребитель як-1 и первый свой боевой вылет совершила в составе 586 истребительного авиационного полка этот полк был один из трех авиаполков находившихся под командованием летчицы героя советского союза марины ростовой но поначалу полк в котором служила лидия литвяк занимался сопровождением и охраной гражданских и транспортных судов а также патрулированием воздушного пространства в районе тылового города саратова и патрулирование и сопровождение не приносило радости не для лидии не для остальных членов полка многие хотели воевать с немецкими захватчиками отвоевывать родное небо поэтому в начале сентября 1942 года 8 летчиц полка в том числе и лидия при неясных обстоятельствах и фактически самовольно улетели на фронт под сталинград и стали воевать в составе 437 истребительного авиационного полка именно с тех пор имя лидии владимировны литвяк стала известным во всей стране в первые дни лидия всех удивила с первых же дней на фронте на ее счету появились немецкие сбитые самолеты так в сентябре 1942 года лидия со своим командиром михаилом хвостяковым и еще несколькими летчиками в одном из вылетов заметили ряд бомбардировщиков которые направлялись бомбить тракторный завод наши истребители ринулись в бой в том бою был сбит михаил хвостиков но лидия которую тогда уже все называли лилий смогла сбить один бомбардировщик и еще один из истребителей которые прилетели на сопровождение после этого батальон в составе которого служила лидия передизла цировался от сталинграда в тыл на 120 километров свою первую медаль лидия получила 17 февраля 1942 года орден красной звезды ее сослуживцы отмечали то что она всегда носила на шее шарф из парашютного шелка который шила сама также в кабине ее яка на панели было насарапано слово мама и всегда в кабине лежали полевые цветы однажды лидия сбила немецкого оса у которого на личном счету было 30 воздушных побед этот ас попал в плен и он попросил привести пилота который его сбил когда в комнату зашла лидия на немецком лице появилось недопонимание а потом и улыбка он сказал вы издеваетесь надо мной тот русский сражался мастерски лидия показала ему жестами рук фрагменты боя которые были известны только им двоим есть две версии дальнейших событий кто то утверждает что немец снял себя золотые часы и вручил лидии в знак уважения а кто то говорит что он сорвал своей формы железный крест и бросил его под ноги юной летчица но подтверждений этим версиям я не нашел а теперь перейдем грустном в 1943 года лидию сбил немецкие истребители ее я крухнул на землю ее смерть окутана тайнами и домыслами есть теория то что лидия выжила и попала в плен где была убита есть теория что она была освобождена из плена американскими войсками и вышла замуж за врача который ее лечил но в 1979 году нашли самолет лидии в котором были ее останки она была похоронена в том же селе где и нашли самолет лидия получила звание героя советского союза посмертно